Далай Лама говорит, что единственный выход для Китая в преддверии плановой смены власти – это политическая реформа. 77-летний духовный лидер тибетцев, будучи с визитом в Японию, сказал, что власти КНР уже реформировали экономику, и теперь будущему лидеру КПК предстоит изменить методы управления. «Эра Худзинтао прошла. Теперь Си Цзинпин – следующий президент. Я думаю, что нет никакой альтернативы, кроме политических изменений, политической реформы. Реформа экономики уже идёт, наблюдается развитие». Далай Лама говорит, что на фоне экономического развития методы, которые используют режим для так называемого поддержания стабильности общества, в корне неправильные. «Применение силы вызывает подозрения и страх. Это противоположность гармонии. Цель – прийти к гармонии прекрасно. Стабильность – замечательная вещь. Но методы, которые используют власти – это слежка, цензура и запугивание». Он также выразил надежду, что если Китай станет более демократичным, это поможет разрешить конфликты с соседями, например, в отношении спорных островов в Восточно-Китайском море. «Многие проблемы могут быть решены, или, по крайней мере, можно уменьшить эти проблемы благодаря более демократическим принципам. Думаю, эту проблему с островами можно решить намного проще». Китайский режим оккупировал Тибет в 1950 году. После восстания в 1959 Далай-Лам и его сторонники вынуждены были бежать со своей родины. На сегодняшний день правительство Тибета в изгнании располагается на севере Индии.